Здравствуйте, уважаемые зрители! Масимов и Мамин отобрали у меня бизнес. Именно таков основной посыл интервью, которое появилось буквально накануне в нашем информационном пространстве. Естественно, всем нам интересно, кто же заявляет столь громкие слова, да еще и во всеуслышание. А это никто иной, как Анатолий Балушкин, глава группы компании БИПЭК «Автоазия Авто». В своем интервью, которое он дал одному российскому изданию, Балушкин прямо обвиняет в своих бедах бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и экс-глава КМБ Карим Масимов. Скажу сразу интервью, довольно большое обстоятельное, в нем бизнесмен в деталях разъясняет и подробно повествует о том, как и кем был разрушен и отобран его бизнес. Вкратце, суть дела такова. Анатолий Балушкин создал компанию под названием «Азия Авто» и БИПЭК, построил автосборочный завод, обеспечил работой 5000 человек. Кроме того, вместе с российским автовазом возвел основные корпуса автозавода полного цикла. Но за несколько месяцев до сдачи объекта была организована атака на бизнес, иначе говоря, рейдерский захват. По словам Балушкина, за этой атакой стояли Масимов, бывший премьер-министр Мамин, нынешний вице-премьер Скляр, а также глава компании «Аль-Люрафта» Лаврентьев. Под давлением следственно-оперативной группы из КМБ, специально приехавшей в Усть-Каменогорске, арестовавшей практически все руководство компании, производство и выпуск автомобилей был остановлен, 3000 сотрудников остались без работы, основные активы, а это новый сборочный завод, логистический хаб, 9 гектаров земель, ЖД и автосоставы. Все это перешло в руки родственников Масимова. А сами контракты по выпуску автомобилей Кия и Лада перешли группе компании «Аллюр». И как только «Азия Авто» перестала выпускать машины, цены на них подскочили в разы. Вот такой вот основной смысл интервью Анатолия Балушкина. Я не берусь судить, подтверждать или опровергать данные слова. Не было ни одного судебного заседания по этому делу, нет никаких решений или вердиктов. Интервью скорее эмоциональное, построенное на осуждениях главы «Азия Авто», хотя некоторые действия некоторых героев очень подробно описаны. Я бы даже сказал, правдоподобно. Да, кстати, несколько месяцев назад я уже делал программу, посвященную Балушке, но и тогда я возмущался тому, что Россия отказывается задерживать и выдавать его нам. А я напомню, что в Казахстане на него заведено уголовное дело по неуплате налогов на сумму в 174 миллиарда тенге. Это те деньги, что государство дало заводу «Азия Авто» в виде освобождения от таможенных платежей и возврата утилизационного сбора. И когда наши госорганы попросили его вернуть эти деньги в казну, Балушкин подался в бега, правда, убежал недалеко, а в соседнюю Россию. Оказывается, у него был российский паспорт, и на этом основании российская прокуратура отказалась его задерживать. В общем, если вкратце, такова суть этого непростого и запутанного дела. Да, ну и что же еще было в этом скандальном и нашумевшем интервью Балушкина? В нем виновников своих бед он назвал рэкетирами и преступниками, превратившими Казахстан в свое ТО и ежечасно переписывающими законы на свое усмотрение. И предлагает всем встретиться в суде. Справедливо, конечно, только я вот не знаю, кто судиться-то будет. Один герой сейчас в тюрьме, другой далече. Ну, а что касается фирмы под названием Казахстан, эта история напоминает жизнь из лихих 90-х. Рэкет, отъем бизнеса, рейдерство. Но беда в том, что 90-е ушли, а методы, к сожалению, остались. Редактор субтитров А.Семкин